Здравствуйте! Сегодня мы с вами повторим все изученное по теме глагол, а также углубим свое знание в этой теме. Поехали! Итак, для начала вспомним. Первое, второе и третье склонения бывают у какой части речи? У имен существительных? Обратите внимание, склонения мы записываем арабскими цифрами. Первое и второе спряжения бывают у глаголов. Верно, спряжения мы записываем римскими цифрами. Следующее задание будет направлено на повторение спряжения глаголов. Также мы вспомним, какие окончания относятся к какому лицу и к какому числу. Итак, ешь. Это первое спряжение. К какому лицу и числу относятся данные окончания? Второе лицо, единственное число. Питя. Это второе спряжение. Какое лицо и число? Второе лицо, множественное число. Ат. Это второе спряжение. Какое лицо и число? Третье лицо, множественное число. Ут. Это какое спряжение? Первое спряжение. Какое лицо и число? Третье лицо, множественное число. Ут. Это первое спряжение. Какое лицо и число? Третье лицо, множественное число. Ут. Это первое спряжение. Какое лицо и число? Третье лицо, множественное число. Яд. Это второе спряжение. Какое лицо и число? Верно. Это третье лицо, множественное число. Как вы поняли, сегодня мы обратим свое внимание на первое и второе спряжение. Что за глаголы написаны в стихотворении? Гнать, держать, смотреть и видеть. Дышать, слышать, ненавидеть. И зависеть, и вертеть, и обидеть, и терпеть. Вы запомните, друзья. Их на «е» спрягать нельзя. Что это за глаголы? Верно. Это глаголы исключения второго спряжения, которые встретились вам вчера в правиле. Какие глаголы исключения у первого спряжения? Верно. Это глаголы брить, стелить. Чтобы выучить эти исключения, давайте с вами потренируемся в рабочей тетради. Рабочая тетрадь, страница 53, номер 120. Нам нужно прочитать глаголы исключения второго спряжения. Это означает, что несмотря на то, что они заканчиваются на «ать», «едь», они относятся ко второму спряжению. Нам нужно с вами прочитать, вставить пропущенные буквы. Итак. Гнать, держать, дышать, смотреть, видеть, слышать и вертеть, а еще терпеть, обидеть и зависеть, ненавидеть. Давайте вставим пропущенные буквы. Гнать, держать, проверим словом, держит, записываем букву Е. Смотреть, проверим словом, смотрит, вставляем букву О. Вертеть, проверим словом, вертит, записываем букву Е. Терпеть, проверим словом, терпит, вставляем букву Е. Хорошо. Следующее задание. Нам с вами необходимо образовать от данных глаголов, глагола настоящего или будущего времени в третьем лице множного числа. Мы с вами сейчас потренируемся с первой строчкой. Глаголов в первой строчке, все глаголы мы поставим. В настоящее время третье лицо множное число. Какое местоимение нам поможет в этом? Конечно же, местоимение «они». Итак, попробуйте выполнить это упражнение самостоятельно. Как только вы его выполните, продолжите просмотр видео. Итак, что же у нас вышло? Они гонят, они держат, они дышат, они смотрят. Итак, окончание «яд», «ад», «ад», «яд». Это все окончание второго спряжения. Молодцы! Теперь мы с вами посмотрим, что же нового у нас было сегодня на уроке. Что надо обратить внимание. Сравните глаголы. «Определяет», «определит». Назовем окончание данных глаголов. «Определяет» – окончание «ед», «определит» – окончание «ид». Как вы думаете, одинаково ли разное окончание этих глаголов? Почему, с чем это связано? Давайте посмотрим, правильно ли ваше предположение. Для этого зададим вопрос к каждому глаголу и образуем неопределенную форму. «Определяет», «что делает», «определённая форма», «что делать», «определять». «Определённая форма» заканчивается на «яд», поэтому это глагол первого спряжения, окончание «ед». «Определит», «что с делает», «определит», «определённая форма», «что с делать», «определить». «Определить» – неопределённая форма заканчивается на «ить», значит, это второе спряжение. Проверяем. «Определит» – окончание «ид». На что же нам нужно обратить внимание? Как вы заметили, если у нас в вопросе к глаголу «нет» приставки «с», то в неопределённой форме в вопросе этой приставки тоже нет. Если в вопросе приставка «с» присутствует, то при образовании неопределённой формы в вопросе также присутствует буква «с» – наша приставка. Потренируемся. Для этого откроем учебник на странице 96, номер 196. Итак, для того, чтобы отработать данное правило, нам своему необходимо поработать с учебником страницы 96, номер 196. В чём сходство и различие каждой пары? Встретить – встречать, бросить, бросать, кончить, кончать, гнать, догнать, слышать, услышать, вязать, завязывать. Сходство действительно в том, что они похожи по смыслу. В чём же различие? Давайте посмотрим. Встретить – встречать. Итак. Встретить оканчивается на «ить» – это глагол второго спряжения. Встретить оканчивается на «ать» – это глагол первого спряжения. Бросить оканчивается на «ить» – это глагол второго спряжения. Бросать оканчивается на «ать» – это глагол первого спряжения. Кончить оканчивается на «ить» – это глагол второго спряжения. Кончать оканчивается на «ать» – это глагол первого спряжения. Гнать оканчивается на «ать», но мы с вами знаем, что это глагол-осключение. Поэтому это будет второе спряжение. Догнать оканчивается на «ать». Несмотря на то, что появилась приставка до, это тоже глагол-исключение, так как образовано от глагола гнать, поэтому это тоже второе сопряжение. Слышать оканчивается на ать, но мы знаем, что это глагол-исключение, поэтому второе сопряжение. Услышать оканчивается на ать, но это тоже глагол, образован от слова слышать, поэтому это глагол-исключение второго сопряжения. Вязать оканчивается на «ать». Это первое спряжение. Завязать оканчивается на «ать». Это глагол первого спряжения. Потренируемся, запишем с вами в тетради. Сейчас мы с вами... Нам нужно будет образовать глаголы третьего лица, единственного числа. Какое местоимение нам для этого поможет? Это местоимение «он», «она» или «оно». Возьмем для удобства местоимение «он». Мы сначала образуем глаголы третьего лица, единственного числа от глаголов первой строчки. Далее вторую строчку вы выполните самостоятельно. Поехали! Тут «сделать» в третьих оканчивается на «ить». «Он» что делает? Третьих, как на определенную форму, оканчивается на «ить». Это глагол второго спряжения, оканчивается на «ить». «Что делать?» «Встречать» оканчивается на «ать». Это глагол первого спряжения. «Что делает?» «Встречает» окончание «ед», потому что это первое спряжение. Обратите внимание, приставка никуда не пропадает. Следующее. «Что делать?» «Нать». Мы с вами помним, что несмотря на то, что оканчивается на «ать» – это исключение. «Что делает?» «Гонит» окончание «ить». Так как это второе спряжение. «Что делать?» «Догнать» оканчивается на «ать». Но мы помним, что это глагол исключения. «Что сделает?» «Гонит» окончание «ить». Теперь. Следующую строчку будет выполнена данному примеру самостоятельно. Как только выполните, продолжите просмотр видео. На следующем слайде будет ответ. Итак. У нас должно было выйти следующее. «Что сделать?» «Бросить». «Что сделает?» «Бросит». Так как здесь буква «и». Это второе спряжение. «Что делать?» «Бросать». «Что делает?» «Бросает». Окончание «ед». Потому что «ать» относится к первому спряжению. «Что делать?» «Слышать». Отключение «что делает?» «Слышит». «Что с делать?» «Услышать». «Он что с делает?» «Услышит». Это глагол исключения. Чтобы не забывать данные правила, вы тогда можете воспользоваться учебником. Правила представлены у вас на странице 96. Молодцы! Вы сегодня хорошо потрудились. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok